всем привет пока мы еще ни с кем из вас не знакомы но для начала хочу с вами познакомиться меня зовут татьяна и я работаю в данном магазине а именно магазин волос 1 менеджером по продажу какую-то глобальную на самом деле информацию я вам пока рассказать не могу так как сама еще много чего не знаю и на самом деле буду очень рада если кто-то откликнется на данное видео и расскажет мне какую-то информацию побольше но знаю самую маленькую наверное информацию и я хочу вам ее рассказать в нашем магазине например есть два вида волос то есть у меня здесь фабричные волосы здесь у меня детские срезы волос для тех кто не знает я вам расскажу волосы с двух сторон натуральные но есть у них различия чем они отличаются фабричные волосы это натуральные волосы но данный срез идет не с одной головы то есть на фабрике волосы подбираются по своей структуре и собираются в один хвост соответственно потом что у нас происходит они окрашиваются в один то то есть при мойке есть вероятность того что какие-то волосы могут проявить себя например и показать какую-то легкую волну детский срез волос предположим данный срез это срез одной головы волосы не окрашены то есть они имеют свой натуральный оттенок и они выглядят выглядят ровно так же как и должны быть то есть если мы их по сути намочим с ними ничего не произойдет даже для сравнения если потрогать фабричные волосы они в принципе тоже тонкие но они не настолько мягкие не настолько тонкие как детские срезы по цвету в принципе они практически ничем не отличаются но повторюсь здесь у нас тут крашеные волосы и здесь у нас полностью натуральные оттенки также плюсы натуральных детских точнее волосах то что данные волосы даже элементарно и по носке они вам с вами точнее будут намного дольше нежели фабричные волосы у фабричных волос волос и есть такая штука которая через пару раз многие девочки жалуются о том что концы стали более сухие или же просто напрямую приходят и говорят о том что они стали как мочалка то опять детские волосы так вас подводить не будут элементарными словами это мы возьмем свои волосы которые у нас например не крашеные но при этом по структуре они очень тоненькие мягкие они у нас никогда не запутываются у нас особо в принципе проблем с ними нету соответственно с этими глазами у нас тоже самое поэтому при носке они будут намного дольше нежели фабричные волосы соответственно если сравнивать свои натуральные волосы но уже более такие более плотные более сухие испорченные всякими утюжками красителями то не соответственно сухие